А что с собой нужно взять на пикник? Как необходимо собрать рюкзак, для того, чтобы лишнего там ничего не было? Только полезное и нужное. Организатор пространства Кристина Аситрова у нас в гостях. Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте. Здравствуйте, рюкзак. Полезное и нужное. Но вы туда уже что сложили? Я сложила на примере, чтобы показывать. С чего бы самое главное начала, надо понять, куда мы идем или мы едем. Вы знаете, у многих в жизни нет ответа на этот вопрос. А куда мы идем? Вот, затем надо понять компанию. О, это еще сложилось. То есть дети или мужчины. И чем мы будем заниматься? На этот вопрос можно ответить. Друзья есть только на расстоянии. Давайте рассчитывать только на себя или, по крайней мере, на свою семью. Можем так сделать? Это тоже применимо к сегодняшней встрече. Да, просто нужно понимать, если мы едем на машине, то мы можем загрузить ее в плане удобной мебели, в складной. Складные столы, стулья, морозильные сумки. То есть можно прям загрузиться. Если мы идем все-таки ногами, то предполагаем, что нужно маленько сделать легче вариант. Вот. Затем нужно понимать, мы там будем сильно кушать, например, или больше активные игры, а, ну так, мини-перекус. Бёрд-вотчинг. Мы будем наблюдать за птицами в основном. Перекус это... Знаете, я вот смотрю на эту фотографию сзади, я понимаю, что, мне кажется, ни у кого никогда в жизни не было такого. Вот все, что подобное мы видим, это постановочное. Вы же видели? Рекламы пиццы, ролла, там, знаете, вот этот плед лежит, девочки вот так вот, да. То есть, во-первых, в таком наряде никогда не пойдешь. Как эти вообще вот сэндвичи донести? Посмотрите, посмотрите на картинку. Где вареные яйца? Да как минимум, понимаешь, где кура, где колбаса, нарезка, что это такое? Ну ладно, мы сегодня не про еду говорим, а все-таки про наполнение, да, то, что нам может помочь. Самое главное, например, мы можем идти выбрать... Везде обман, я вот к чему, везде обман. Хорошая настройка. Ну, кроме как у вас, Кричина, да, у вас-то все по правде. Мы можем выбрать большую сумку пляжную, но она будет неудобной, потому что нам надо будет зарываться, искать, перерывать. Поэтому я предлагаю вам выбирать рюкзаки. Много кармашков, легко найти. Даже если у вас там руки заняты, вы можете другому человеку, который не собирал рюкзак, сказать, в том-то кармашке, в том-то месте ищи. На примере этого рюкзака хотела вам показать. Ну, раз мы маленько затронули еду, про контейнера. Итак, старайтесь брать не круглые контейнера, которые вот похожи на тарелочки, они занимают все-таки много места. А стараемся брать прямоугольной формы. Можно и повыше сделать, просто сам факт. Во-первых, они штабилируются и полностью занимается полезное место. А если мы будем друг на дружку ставить круглый контейнер, круглый, круглый, то здесь вот по бокам у нас будет свободное место. А могли взять еды больше, например. Ага, согласен. Надо же больше еды брать. А чего вы прячете обратно? Пусть лежит. Все правильно, нет. Я. Здесь самое интересное, все решим кармашки. Да. Затем нам нужно 100% не забыть от комаров, от загара, защиту. Здесь у нас... Так, сейчас я откроюсь. От медведя. От медведя. Тут пакетики. Есть дополнительные кармашки, где мы можем все расставить удобно, ничего не вываливается. О, вот это понимаю, вот гляньте, вот командная работа, вот это наша фотография, понимаете, вот это гитара, огурчики, картошечка там и все остальное. Вот, надо не забыть про аптечку, которую точно так же можно сложить в кармашки, но если вдруг лекарства у всех по-разному, да, можно взять мини-аптечку, где есть разные кармашки. Это мой вариант, это даже не аптечка. Это просто много маленьких кармашков, которые заняты. И все видно хорошо. Так, затем надо определиться, купаемся мы или не купаемся, или хотя бы купальники берем. Да, ноги мочим, хотя бы ноги мочим. Ноги мочим. Там как пойдет обычно. Везде запрещено. Ну, без уже, да. Такой удобный лайфхак, если купальники хранить в зип-пакетах в семье, то каждый берет раз, два, три, то есть не надо вот перервать, они уже сразу готовы. Если идете в бассейн, да, раздали каждому в свою раздевалочку. Только не забывайте потом из этих пакетов их доставать после купания. Да, откроешь через пару дней. Ну, да. Оттуда нормально так. Ну, и вот чем удобно, получается, вы покупались, купальник мокрый, вы сложили в зип-пакет, плотно его закрыли, и другие вещи не намокают. Ломо высушили. Да. Затем, если мы идем с детьми, привела на примере, например, запасную одежду, нам нужно брать, да, можно вот просто фасовочный пакетик, а можем, опять же, зип-пакет использовать как вакуум. Маленько надавливаем, выпускаем воздух, закрываем. И все это отдаем ребенку в рюкзак, пусть сами все. Это сразу компактнее, это меньше, и визуально, ну, то есть, как бы, приятнее, несмотря на то, что здесь цвет. Чего вы все достаете и прячете? А вот мне вот интересно, а? У нас зритель не запомнит, о чем мы сегодня поговорили. Уже забыл. Какой контейнер был? Это был... Квадратный или круглый, а? Помогу зайти к вам на YouTube, между прочим. Да, можно заходить. Понятно, да. Да, так, надо понять. Аптечка есть? Аптечку сказали. Аптечку сказали. Так вот мы про нее поговорили, ее спрятали тоже, видишь? А она у нас в таком разобранном виде, то есть там в кармашке, видишь? Ну вот. Вот и вот. Затем, если погода бывает всякой, да, может быть, мы пошли тепло, а может быть, вот где-то портится, а мы все равно хотим на природу, берем теплую одежду, складываем. Все, уже не влезет ничего. Ну, в этом рюкзак, вот правда, вот она, теплая одежда. Вот тут у нас зонтик. Если, например, брать зонт, то он как бы увесистый и занимает место. Если мы берем дождевик, все-таки это опять облегченный вариант и гораздо меньше места. Ну и каждый одел на себя и прекрасно. Вот. В этом рюкзаке мне еще очень сильно нравится, если вдруг у нас в планах поменять сменную обувь, то есть если мы там рулили, например, да, были в кроссовках, вот это, и нам нужно сланцы. Есть отдельный кармашек, где засунул обувь, и она опять же не мешает одежде. Чего вы все скрываете, не показываете, а я понятия. Можно у вас купить этот рюкзак? У вас все, что там за секретики сегодня, а? Можно купить этот рюкзак с всем содержанием. Да, мы в конце программы с удовольствием разберем его на запчасти и посмотрим, что у вас там открыли. А там есть вот этот набор. Да, может, сам набор этот есть весь. Или сканер такая, знаете, раз, и все готово. Само брак. Еще мы не обсудили, чем мы занимаемся, то есть мы на словах. Здесь в этом рюкзаке есть кармашек, который защищает от влаги. То есть кому нужно ноутбук, планшет, книги, чтобы, опять же, не замочилось. На пикнике ноутбук вообще нормально. Ну, не же рабочие люди все-таки. Надо отдыхать на пикнике. Здесь вот он имеет вот такую как бы пленку. Здесь карточная игра, если мы все-таки идем с детьми. Вариант книжки, если кто-то идет без детей. То есть защита. Хорошо, а ноутбук-то где? Ноутбук здесь. Он может там быть. Все отдыхать идет, да. Я иду с детьми. Хорошо. Мой вариант. И самое главное, как вы уже сказали, вот до, не забываем про мусорные пакеты. То есть я вот прям принесла, наглядно сейчас достану, покажу и положу. После себя. Вот это можно оставить нам. Спасибо большое. После себя самое главное убирать. Конечно, конечно. Да. И не оставлять на том месте, не просто сложить, а именно вынести с собой, да. То есть дополнительные, не забывайте, что руки у вас должны остаться, да, или быть. Ну, кто не нес ничего туда, тот обратно. И разлагаемые должны быть. Обязательно, конечно же. Их можно сложить, мусор в них и оставить. Прячьте, все, закрывайте, и все. Все, чтобы никто ничего не видел. Ой, ну и какой-то плед нужен, да, получается? Плед, да. Есть разные варианты. Я вот замечала за людьми, мне нравится на самом деле вариант, но я его не буду использовать. Знаете, детские ковры, которые вот... Конечно. Полипропилен или какой-то, да, да, да. То есть у них сантиметр толщины, их не очень удобно нести, но они 100% не заваливаются, на них, наверное, удобно сидеть. Если нам этот вариант не подходит, мы, естественно, смотрим пледы, которые занимают мало места, которые вот тоненькие, складываются в маленький рулончик. И его можно нести не в рюкзаке, а на шее. Как вариант. Либо, ну как бы вот, извне закрепить на крюки. И не забываем на пикнике про воду. Про воду-то не забывай, Иван. Хорошо. Хотя бы дождевую собери. Места уже в рюкзаке для воды не осталось, но да ладно. Потому что вот... Обычно, если с друзьями идешь на пикник, там всех по рюкзаку что-то звенит в них, и идешь, идешь, идешь. Там... Ой, плед забыли, ну и ничего, не возвращаться. Страшно, я сниму кофту, положу. Посидим на бревне. Спасибо большое, Кристиан. Мы будем стараться делать наш отдых комфортнее. Да.